Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Кировский бизнес платит все больше налогов. В очередной раз в региональном правительстве отметили сверхплановые поступления по сравнению с 2020 и допандемийным 2019 годами. Последними поправками в бюджет на 2021 год финансисты увеличили поступление по налогам почти на 3 миллиарда рублей. Наибольшая часть этой суммы приходится на налог на прибыль организации 2 миллиарда 200 миллионов. В целом за 2021 год поступление от этого налога составит 12 миллиардов рублей. Это 50-процентный рост к предыдущему году. Эти дополнительные средства направят на борьбу с коронавирусом, на поддержку агропромышленного комплекса, на компенсации ресурсоснабжающим организациям, на покупку подорожавшего топлива. 400 миллионов перечислят бюджету Кирова для расчетов по старым долгам за отопление и на другие нужды. С 2022 года в Кировской области начнут действовать новые правила в сфере трудоустройства. При обращении в центр занятости в электронной форме нужно будет заполнить резюме, а также появится возможность указать до трех регионов, куда человек согласен переехать ради работы. Если гражданину нужна работа, но он не претендует на признание безработным, то регистрация его в целях поиска подходящей работы будет осуществляться независимо от места жительства. Если статус безработного нужен, обращаться надо лично и по месту прописки. Все уведомления от службы занятости будут приходить в личный кабинет или на электронную почту. Экономика. В завершении о курсах валют. Доллар сегодня стоит 73 рубля 73 копейки, евро 83 рубля 50 копеек. Анна Лапшина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM